никита я хочу наказы тебе дать мы уезжаем сегодня 5 октября 16 года среда пол восьмого утра мы уже позавтракали все опрокинули почему потому что ты остаешься здесь тебя просили на тебя жалоб нету что ты плохо пас то есть сравнивать то нищим настоящих пасухов то здесь нету нас с кем они сравнивать тебя будут которая от из лога не водит которая полудохлые волосы в зиму то входят ты лучше пасешь мы не с василиса же тебя сравнивать ее не отгонишь от дома да и уходить не надо одна девчонка я попута кое-что еще буду добавлять тут наказ слова наказ и значит такое поясни слова я даю тебе наказы ты не против ты ты знаешь что то что такое слово наказ синоним какой-то сказать что она означает в полном значении я даю тебе наказы потому что мы уезжаем ты наш лагерный за тебя я отвечаю если будет не так кого-то пригласил я не приглашал тебя кому-то решил приехать это первую очередь у кого-то оставил потерять это еще попало вытворяет чтобы мне это не было так ко мне будет поэтому я наказа даю тебе и те с кем я связан вижу что если не так что начать наказ совета как задание какое к вроде задания дальше еще какой смысл совет совет еще но корень остается наказание наказание то есть за неисполнение наказание будет в них не в это тут смысл в русском языке очень хороший я тебе дал а ты не выполнил я же тебе говорил то есть уже заключается что до закона не было этого греха когда закон дамок поставили вчера ездили за 1 сегодня поставили кирпич проезда нету сегодня уже будет штраф и прочее закон его ввели все шрамы ходили везде проповедовали говорили и нужды нету сейчас закон этот яровой сунули и вот все теперь штрафуют и там по сумасшедшему зимой у них меньше работы лагерей нет это другое и более яростно будут кидаться на благовестников я уж знаю всю эту кухню это все массоны делают они не знают те которые работают это пешки манкурты ей сказали душить она душит потому что она ничего больше не умеет делать за ее спину она за 10 заботиться нет да у каждого там десяток абортов попутно я тебе даю наказу прошло уезжаешь примерно ты думаешь сколько здесь будешь вот и сказал да я согласен но насколько это от метеоусловий зависит пока не выпадет снег пока не прекратится пасть ба они тебе скажут вот твой ответ должен быть четкий и ясный снег а снег как-то обычно то покров покрова но бывает позже будут пасти придется мерзнуть они так сегодня холодно дождь я не пойду пасти смешно даже этого нет пурга не пурга у тебя корова ты должен кормить а кормить лучше когда я на поле она сама наестся и напьется воду не таскать и я тебе даю наказы самый первый наказ он духовный и спросить у бога духовное рождение свыше подлинно настоящие и второе быть подводительством духа святого это в одном в чем проявляется что то не так почему я говорю об этом ты скажешь да я родился свыше я крещение принял крещение принял а родился или нет ты сам определять будешь и не один раз а как узнать вот теперь начинается по плоти первое всеохватное вставать рано ты знаешь встаешь легко в 4 40 сегодня с опозданием что-то мне позвонил почему забыл не связи не было а не было связи а ну вот другое я тебя не снимал от этой в город не звони точно так же я буду видеть что ты сам себе не назначаете правила никаких комментариев не надо без согласования со мной значит самый главный наказ перестань быть изобретателем пиши ну в этом почему изобретаешь что потому что второе не быть слепым и глухим вот я говорю это глазами вы видите видите не видите ушами слушать и не услышать это к тебе относятся на сто процентов ты как будто бы сегодня первый раз родился играется вывалился и на мир смотришь и еще не понимаешь а за плечами уже четверть века позади это все первый пункт пока идет да это первое ничего не запретать да не посоветовавшись со священником но и со мной то есть ни одного дела пока я не знаю таких дел то я могу назвать которые ты с нами вместе делал ну ни два не три по крайней мере вот сегодня только утром уже вчера утром и сегодня только за стол садится у меня рука совсем от тяжести от работа от ударов перестала даже зажимать силы нет ты начал тереть морковку ты многократно видел как я делаю делаешь по-своему а как я делаю по-своему как прощищаешь я тебе показал капот самое мелкое ты это делаешь но ты будешь это как-то вот так его поставишь но прямо как я показываю тебе это не подходит тебе обязательно надо вывернуть его вот так вот будешь скажешь ну скажешь а так то разницы нет нету а так пробовали может так быстрее то есть ответ у тебя будет я говорю вот так вот а несколько раз она делает риски на морковке а вот так вот они риски срезаются уже много сколько я надо как-то размонтировать там пробить чтобы они выпукли были но нет как сделать чтобы ее не мыть и она была чистая абсолютно я тебе показываю сначала там прочистить ложкой здесь ложка не задевать ложкой потому что это сразу исчезнет все как чистить не фотки то нету щетки вот она щетка обыкновенная щетка лежат рядом огурцы ты огурцы начинает тереть огурцы выдает морковку морковка труднее выходит не видишь вот она не знаю на такая покупалась а вот такая вот или стежей передок у такая была видимо такая была да она капронова тереть много не надо несколько раз ты отрежь как будто морковку то от него маленькие капроновой частички отлетает это в рот к нам идет дальше когда ты это сделал полил водой чуть-чуть оттуда убрать сначала надо я просто говорю какое крепко ударит так и так и на днях я вижу ты вот так перевернула и вот так то есть все как то да она же туда что то такое прям я да ты зачем же делаешь то то есть ты сидел напротив меня ну сколько раз она по крайней мере 100 раз ты видел 100 это каждое утро это три с половиной месяца так а сколько в городе было как отвернусь это опять свое зачем ты это делаешь ответа ни разу не получил я верю что не ты делай ты руки твои делать на тебя кто-то побуждает потом ни разу нигде не было на улучшение все время на выверт и на пакость и при том сказать ты хотел ее делать не знаю я не знаю то есть я тебе в этом злодействе не упрекаю когда меня сделали вы говорите вот настоящий упырь это никита я эти слова не говорил но настоящий да подтвердить меня там тоже называют там упырь скоротовские проще но еще спрашивать людей с манкурта они они не жили не видели не знают вот я тебе давал наказы какие подметать только не подвел уже ведро мусора набрал при тебе я тоже делаю я что-то делаю там где-то ты сам стоишь лишь ни разу володя так не сделал наверно у меня выхватывает инструменты подают доску там или где-то прибиваем вдвоем и вчера балкона тот мы бы собой неделю мурыжились а мы до обеда его сделали ну то есть десять никит при желании делать не выполнить что делает один брат который рядом который ниже тебя ростом поэтому я не могу тебя в пару беру там где ну рвать траву тут возьму тебя стаскать ее куда-то то есть уровень животного которая светки сегодня утром соскочила вот в этом вот у меня в жизни встречается практически первый человек такой хотя похожий был николай олега и шевченко тоже с украины и приехал ответ один ради меня чтобы быть рядом и рядом его нету абсолютное упрямство все это все поглощающий эгоизм вот у тебя и у него он сделает и сделает красиво но любит красоту сделать но сделает когда он хочет вот я его поселяю речку нового леонида ильича и алёши звали моего ему негде жить я опрошу выдели его такому тут он согласился сразу я у тебя много клик ты вот сделает так чтобы книги то не валялись а он везде покупает и покупает там журналы разные новые и полочки будут он сделать полочки такие которые какие я не сделаю но сделать он не будет почему я сказал потому что это означает подчиненность моему не пойдет на это но чтобы это за забылось отошло но хотя бы месяца четыре тогда он начнет первую стойку ставить понимаешь какое дело все абсолютно откладывает на завтра на завтра он знаком с людьми но друзей как у тебя ни одного нету такое чтобы это мой друг сказал нету он не может быть почему а места нету в сердце эгоиста место никому нету ни христианам ни коммунистам никому он сам а сам защит один он любит собак у него свора собак он может еще что-то любить вот но человека который рядом он учить не будет никогда я колторой рядом с тобой ты не подскажешь любой ребенок больше тебя знает в этом вопросе вот когда были разгружали пилили в лесу я тебе все замечание замечание делал ну ты видишь как я делаю то ну сделай так то зачем ты обратной стороной ты делаешь понимаешь эти люди одинокие он не женатый вот самомнение страшно вот он сказал так приводит ко мне человека тот человек я хочу видеть игнатия ну ты меня предупреди я никого не принимаю ко мне вход запрещен мне некогда во первых и зачем его не ведешься глядата ну ты видел какой перед тобой человек то теперь вижу ну ты он знает ты можешь спросить любого артиста когда родился на ком женился развелся все знает я не знаю малой доли в моей голове я многое знаю из политики то другое это мусорный ящик у него таких ящиков тысяч у меня может один уголок только занятый где-то знание мирского пустое но я проповедник мне необходимо отвечать на вопросы я должен это мировое событие высветивая сети библии мне необходимо и поэтому не мусор в определенном отделе который на меня никак не влияет вот мочалин владимир написал гимн нашему сайту во свете библии сколько врагов вопрос и восклицательный знак и в одну строчку сколько друзей три восклицательных это означает он у нас пасется он живет и питается за столом сидит это именно так у вас у таких нету ни врагов не друзей то есть это состояние намертво погибшие такой человек не спасется златоуз говорит таким людям гиены мало молиться за тебя никто не будет и не знает вот мы выезжаем куля ты потерявку хочешь ехать он нужен понимаете он он работяга умница такой поеду давай договоримся пояс отходит в 5 15 вечером не опаздывать но теперь он видимо думает это ехать это и гнати сказал ехать я хочу но когда это он сказал в это время он не поедет мы садимся кажется он даже велосипед там что-то мы погрузились я выбегаю проводница не видел с бородой проходил нет нет ему сказали какой вагон то другое даже если у него билет на руках это еще не понятно он может сдать его пояс уехал нету на завтра является а почему ты он не говорит почему на это знаю он приехал но на самый трудный первый день построить шалаш он помощник он умеет делать это не никита у него в руках но делать медленно медленно и красиво мне зачем тут красота нам на спать негде он будет делать по-прежнему его с места нельзя сдвинуть если какое-то дело такое срочное 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 вот бывает срочно ну какой человек умер надо похоронить ну и он там где-то у бабушки был или что-то узнал и она не имеет родственников ему сказали ты николай мог бы тогда могу ну хорошо мы ждем он приходит в в кочегарке работает покровского собора города барнаула какие у него там мысли были не знаю забыл тоже не знаю ни курить не пьет ни наркоман ни чай ну чай я не видел даже ну ну прекрасный человек но пока ты рядом с ним не живешь жить абсолютно невозможно борода у него есть но под пояс его как тебя твое состояние лучше не в жизни наденет пояс и к нам ходить он я пришел бы как бы без пояса то есть понятно о чем ко мне приводит человека я начинаю человеком говорить говорю вы зашли когда ко мне я бы если пройти нужно дальше нужно будет разуться как у меня ногой перешагнуть уже ногу вытащил не от коврик это улица часть улицы в избе не в сенях я не люблю когда на улице это обувь оставляет у меня только в комнате теплая перешаги я не ожидал а чего вы меня учите докажи это мой дом ко мне ты пришел ну ты вышел последила я хожу босиком здесь теперь босиком я на кровать лезу не ноги моете мне я не в него это не имею возможности зачем мне это нужно то он поднялся я тут еще делаешь школе ты зачем же его привел то он уже бросился на меня прямо растерзать готов я кого ты привел то шпаненко с улицы подобрал да притом самого дурного пошива ну пошли вон отсюда я их прогнал больше конечно не было человек приехал издалека поговорить со мной и он коля приехал из-за этого же вот я на нефитина домик приобрета не домика 5 час домика почему надежда василина все в храме вечером выйдет и бабушки а бабушка мне где один храм приезжает издалека и другие даже городов и они мыкаются где на вокзале домик бы им надо около храма то я говорю ищи я работал пищи делал деньги были хорошие вот этими граблями зарабатывал в саже чистить дачи строить людям то я мужик моих руках никогда не спала не не спадала энергии и не спал я на работе она торговалась но рядом нехитина сто сорок семь квартира кажется один сверху считается так кажется вот и она туда помог помог я матрасов 30 наверное купили бабушек у нее там ночевало море я как-то один раз зашел она одна другой это хозяин пришел хозяин они сидят стекла не все бабушки все хорошие она их там где постирать где помыть на саночках возит дровишки первое время там угля сарай мне ремонтировать я начал сарай там строить чтобы все там было-то и туда больше не захожу что бабушек не смущать они молятся приходят и лестница поднимается на второй этаж на на ней место я это место высчитал выше головы и сделал там там прекрасно спать и прочее коля просится туда с вещами там что-то ему надо делать я загнул в комнате у него такой и ралаш как вот у тебя точно такой же ничего не подбобрано брошено где так ты наведи порядок то мне вещи эти некуда девать пустите меня там вроде недели на двое я пущаю два месяца проходит он не убирает коля ну мы договорились на 2 уже со мной не разговаривает он главно залез дальше он меня не видит и не знает три месяца я умоляю прошу пришлось вещи взять на улицу вытаскивать около его двери а он спускаешься слез и все его дверь на расстоянии там ну 40 сантиметров теперь он и занес то есть он мгновенно садится на шею хотя посмотрел вчера как ты ешь вот и яйцо яйцо нормально все облупил его атаку-то я до того удивился тебя спрашивают яйцо такое ни разу не жабнуть его в рот я даже видел только у него вот садимся за стол я скажу садимся за стол но помидор мало еще у весна жена купила гостей у меня 15 человек я говорю по одному помидоры всем они не такие большие то и он сидит за столом ну и тут священники сидят у меня кого только не было там в гостях архимандриты и епископы обедали у меня друзей очень много он берет помидор вот так сидит раз я глаза на него пока я говорю ну давно видно во рту то его ну прокатился он берет 2 помидор 4 помидора коля уже троим уже ни одного не достается то ты чё делаешь что где-то я понимаю как а кто-то уже говорит но надел замещание щеку нравится я их и не люблю помидоры то есть уже к нему кого подвигает остальные я не могу этого понять один приехал так с огнем городка мальчик батюшка купил сыру но нарезал сыр сыр то чем идет а хлеб отдельно он вместо хлеба берет сыр и тоже нарезал по ломтику всем это сыр сыр такой дорогой он один кусочек съедает второй я не выдержал сказала там жене я говорю тут уже другие еще сидят надо где-то батюшка еще тут все лезешь замещаниями то есть меня не любят за это но не справедливость почему в один рот все идет а мне в гостей много я тебе говорю и вот у меня во втором томе описано как с кем беседовать я разбиваю материалы не точно не мои только до 24 категории первое это не веря в бога я не верю бога бога нет а ты не как с ним беседовать как беседы какое место из библии взять 2 я не верю что библия и слово божие 2 том откроешь там все это написано самое ненадежное самое непригодное для благовестия циники то есть он насмехается у тебя это просто фонтанирует циничное отношение к тому что я говорю вот сегодня я гляжу ты простое дело протер глаза там что-то бывает у меня глаз болит там постоянно наплывает это все это тут же берешь хлеб это рукой даже хобби ягоды хоть и опьер после этого сморкнулся почему это грязь на первом месте ты никак не реагируешь ты сразу а вот так вот а рук вот эту белая которая есть давай на груди то есть цинично высмеиваешь вот старый дурень пристал ко мне я понимаю даже мысли твои не высказаны я тебе поясню ты насмехаешься надо мною господа вы смеетесь надо мною как митенька карамазов говорит когда играет его михаил ульянов когда его арестовывать пришли что бы ни сказал ты сразу раз хикнул и вот так у него ходит точно такой же но только он так не делал не делает вот так чтобы он сделает как-то по-другому в другое время вот тебе наказ не изобретай ничего приглядывайся как другие пасут ты ни разу нигде не задавал вопрос ты слепой рядом стоишь и не видишь теперь я говорю тебе делай а ты а что делай то есть все время руки тебя не нужны и не заняты я тебе не могу доверить ни одной работы которую уже делали неоднократно со мной ты будешь делать вот нынче отмазку делали песок носить песок принести высыпать переворачивать ты его будешь но только отвернулся ты сразу делаешь по-своему а почему лучше это нет я просил не делать лучше то есть хуже кавычка лучше в кавычке ну даже вот но самое простое пищу делать тут делали что говорили там копаем ли картошку многоменна ты прям любое событие вывернешь я даже не могу назвать ни одного события в котором бы ты не поучаствовал как изобретатель на зло зачем ты остаешься здесь твой авторитет какой бы он ни был он будет бросать тень на меня понятно игорь может попросить тебя обрабатывать пшеницу никуда руки не суй на ходу транспортер идет затянет руку вот у нас было одно затянуло так он ладно не растерялся он вот так уперся и руку оторвал его на счет всего бы замолотила оторвал руку вот так что ли оторвал у него руки не было представь себе а уперся и она там мотает а там не выключить один был нигде ничего не делать бойся через инструмент через лопату через ключи ты не техник вот игорь с удовольствием принял бы пищикова владимира то помог бы и комбайн поставить даже дрянной этот комбайн роман малыш едет он кратя с гайками как будто родился люблю возиться тебя нету 0 0 как у меня я в этом не разбираюсь я знаю что сильно тянут я боюсь как бы не порвали вот это то есть на на уровне сохранения даже не разбираясь нисколько в компьютере я предупреждаю вы делаете но чтоб хуже не было если хуже хуже не было я больше всего не хочу что было хуже когда что-то делает удачить лучше значит просьба сюда в лагерь нигде не пытаться заходить будет все заколочено записываю забыл что никаких это все остается до весны сегодня обойди каждую келью загляни и забери заколотили не лезьте будешь лезть и я не знаю зачем но то есть легко пойдешь не на речник нигде вход только ведь ведь я тебя взял все вещи перенес туда все там и сиди в свой дом который у тебя есть лишний раз не заходить ключ ложить теперь только там где показал почему там будет заходить владимир александрович устинов он будет с проводами возиться там лишнее обрезать упало там всего электрофицировано было вплоть до того кто его бутылки из подвина пить это будет быть того уже сколько у него проводов на все он будет заходить ключ 1 я вам накажу чтобы никуда не брать ложить на место и не забудь сегодня все что касается счетчиков проверки ему отнести пустинову владимиру пустинов владимир понял на алтай или где тут есть фермер один очень знатный пустинов владимир а брат у него петр попутно сказать устинов петр устинов петр очень известный человек есть кажется лауреат нобелевской премии он играл роль нерона в раннем выпуске к магридеша питер устинов питер это петр вот тебе наказы какие я не говорю соблюдать посты ты их соблюдаешь витя соблюдает витя что-то делает смотри без предупреждения сразу подскакивай хватай тоже делай то есть чувствуешь что ты нужен что в тебе нуждаются у тебя руки ноги есть но они все время не востребованы лишние вот где бы еще не было течет крыша над головой даже в своем доме что ты забьешь там которые открыты проход чужим людям и даже у меня процента нет я тебе наказываю обойти везде что может забей у тебя разные доски там лежат чтобы ниоткуда нельзя было пройти проникнуть старой проникнуть старой свободные дни у тебя будут пока сейчас уезжаем тут никуда почему уезжаем сегодня среда четверг а пятницу уже мы уезжаем но два дня осталось потому что непогода была будет будто бы и витя вчера позвонил что понедельник он не может воскресенье не может назначил кто в субботу а вчера уже на пятницу перекинули сейчас пойду договориться чтобы дальше то не я уже там звоню барнауле когда кто что делает приедет программист поставить мне заново компьютер а теперь сейчас заново должен я звонить и переделывать лишь он меня сдвигает из-за непогоды я ему напомнил горбите прошлом году также ехать надо ты говоришь дорога лед опасно то другое и поехал я пошел к андрею поехали дорога чисто никакого льда нету я могу говорить это прошлом году тоже на непогоду скинулся и нас не повез а не повез как до весны ну лёд то он не растает же среди зимы он не слышит он как вы меня не слышите непогода но не погода машина наша все проходная она как танк идет надо проехать но однако раньше если то не будет непогода еще дождя не будет поэтому сейчас пойду договариваться чтобы не сместил с пятницу то есть тоже уверенности нету сводка метеосводка не всем не советую меня отбрасывает совсем грузом со всеми что у меня люди и там матушка просится возьму не возьму неизвестно у меня места нет если 70 килограмм в ней то даже 60 это два-три мешка счета я лучше увезу продукта на готовая поездом но мы обязаны перед всеми имел лучше взять ее отвезти что-то голова болит я вообще говорю к врачам не обращаться после там 60 лет а уж 80 почти но обращаться можно узнать ну не лезьте там чтобы тебе что-то это ничего не поможет организм на исходе заработался вот я тебе наказываю то что тебя не не будет представлять человеком каким ты не хочешь быть тебя обязательно будут видеть как недоумка как легкомысленного лоха как говорят сегодня в каждом вопросе нигде не встревай не лезь как тогда виталий там о войне начала рассуждать а когда докопались там ничего и нету и веры то никакой ну может быть ему на пользу пошло как он пишет наказ второй наказ ничего не изобретай смотри открытыми глазами и учись и третий наказ ничего не изобретай я первый раз даю такие наказы ты очень похож на колю шевченко вот так и он бабушку там хоронить забыл те ждут день два-три а он и не едет он и забыл она дома лежит покойника вокруг полу бабки так и там было у нас разговору смеху-то сколько-то вообще что на другой день уже забыл и другое дело хоронить человека забыл важнее ничего и нету на земле где ты востребован-то рожать без тебя нарожают а хоронить ты нужен тем более старых человек у него ничего нету у тебя чтобы такого не было то есть ты абсолютно безразличен на твоих глазах хоть кажется 100 человек убейте даже ухом не поведешь это не то что ты кроткий или смиренный ты безразличный это пальцем поманули ты ты у тебя сказать наклонность быть бомжем квартирантом даже бомж это бывает на живет как-то бомж в земле у тебя этого даже нету абсолютно безразличен окно выбито прошел мимо не видел протекает крыша кровать сдвинул в стороне и что-то ты по дому будешь я по своей усадьбы ну данных таких пока нет володя бегает туда гляжу смотрит где-то протекает вот на твоей крыше заметил там ты там был не видел а то ты слепой а шиферина упадет туда поднимать ее да и и нет она дребезги разбилась и и достать надо а неделю будет мочить там вообще сколько не надо сегодня все доделать поедете сначала первым притащить жертв сегодня сделаем лестницу когда здесь будете привозить туда привезите и быстренько напилим и дальше начну там скалачивать это я один сделаю лестницу той трубе чтобы она там была около той трубы а там рядом может передвигать будет лестницу надо делать вдвоем потому что она лестница теперь которая часть будет сцепляться за крышу держать трижды я тебе повторяю одно ничего не забритай у тебя глаза есть ничего не рисует ты отвлекаешься сейчас видишь рисуешь когда ребенок что-то делает они у него половина внимания нету пальцами и все время что-то будешь делать то есть я говорю это все в яму бросаю положил ручку ничего не пиши лучше сядь прямо то смотрят а чего он такой как мороженый температура у него наверно о мире беседовали блажаем миротворцы за тебя там заступаются может у него температура может у него то другое вот не температура желание быть настоящим мужчиной нету нету на хлебник где бы ты ни был ты везде будешь чужой здесь у тебя все есть все от тебя не сокрыто помидоры тут нам дают арбуза но и мы стараемся всем помочь вот сегодня гляжу ты вот чеснок чеснок научился чистить это вот чеснок и надо очистить очистил пополам разрезал я спрашиваю зачем а я для себя ну как ты же для всех делал сколько сделал и все понарезал и все изрезано зачем нарезал ответить не может то есть выдумал ты видел что мы резали нет человек берет а вырезаны у него быстро испарение уже через день скольчужилось вот так ты видела то все видел но будет делать по-своему зачем я каждый раз прошу слова зачем ответа ни одного пока не было я для себя ну забери ты его ешь ешь чеснок мы сами себе начислим ешь не режь только его вот так вот вчера как яйцо в рот кинул я говорю не делать так ты ешь чтобы тебя был вкус кусочком но ты же вещь я вот такую картошеньку маленькую я в рот не могу сунуть ее бывает даже не честишь маленько откусил кусочек и дальше эти люди не понимают перед ними сыр сметана или чего они не меряют мед или еще сразу смахнул и как будто не было хоть сколько хоть сколько я люблю помаленьку надолго и никому не быть в обузах из того что у меня есть уделить нуждающемуся вы видели нынче вот приезжал он шерстобитов геннадий палыч торговал медом сколько купил володя нисколько нисколько ты сколько купил нисколько я купил 4 банки по 3 литра правильно я говорю да да они у меня зачем я их купил они так и стоят я их повезу в город зачем то есть у меня есть люди которые будут рады получить такой подарок ты же знаешь прошлом году таких банок 30 было куплено 30 и я их отправил это модель это не мое это божье и сколько друзей приобретается друзья приобретаются расположением любовью любовь подтверждается делами 30 банок по 3 литра почти центр все это распасовано получили татьяне наказал список дал все разнесли где есть будешь ты это делать при наличии денег спрашиваю будешь это делать будешь делать до этого хоть раз сделал хоть стакан меду подарил кому-то нет буду а почему но махну руку ничего не пиши закрой вот мышь ты всякие журнальщики даже мухобойку будешь вот это вот вверх ногами будешь считать почему это противно тебе то что я говорю ты переспроси хоть что я говорил переспроси что я тебе говорил все непонятно да мне тут все записано видите даже с иллюстрациями вот и ты прошлом году писал все эти и все я тут же забыл ну ты писал а потом я говорю это делаешь не делаю а то делаешь ну вроде делаю зачем ты сейчас сидел нарисовал это время это для для памяти когда стоит ребенок говоришь он пальцами шевелит вот это мой долгий лепет что-нибудь угодно делает вот пуговки расстегивать а он ничего не слышит через пальцы уходит внимание не надо ты лови доброе и подумай а почему ты раньше этого не делал и везде надо учиться вот и остаешься у тебя свободное время ты не спросил а могли бы мне расписание дать вот когда я не пасу в какие дни после обеда чем не заниматься сегодня у тебя прикрышка пчелы чего уж там ты делаешь у пчел не знаю там это может быть быстрее можно сделать колодки чистить там от матушки ни на шаг никак ее не огорчай она многое тебе да даст знания даст и даст пчел у тебя будет мы сейчас сверху я затащил на балкон с надежи васильевна все посмотрели и она начала говорить вот тут туда там надо где-то посеять ничего этого не надо там все хватает природное вот она перед окнами там начала говорить с одной стороны окон а здесь только малю посадить розы у тебя палисад где ты сходи не они александровне у матушки узнай в какое время лучше сажать что я на надежда васильна участок который освободили от деревьев она я вчера отдал ей надежда сильно ничего не успевает и не знает может а что посадить я бы черную смородину по краям посадим малину такую чтобы она малина до осени плодоносила крыжовник хороший тут рядом тут воронье не им трудно будет собачку можно привязать а там у нас огород мы не видим хотел я на полуострове садить там все сидят она одобрила это вот так чеснок больше не будешь резать договорились ни одной тебе она нужна зачем две то ты одну бери прикусываю зачем разрезать то то есть вот куда бы я не глянул какое бы дело не смотрел ты видел как я режу арбуз как если так режу я пластиками а то чашку беру себе сейчас я режу так вот они у него полосы где а то он лопнул где-то я разрезаю так 120 градусов 120 360 мы только трое почему 3 если бы 4 легче было на 4 части теперь закрой глаза а один смотрит я беру кому ты называешь не глядя теперь больше они все равно ровно это не будут это маленькая разница и режу от пупка вот вот от здесь от головки до хвостика вот до сюда и раздаю ты это видел ты будешь так делать не будешь я даже спрашивать не буду не будешь а как ты будешь не знаю ты видел как я помидоры режу резать вот так вот ножом ты здесь будешь положи или в руки я в руки режу надо сквозь маленькая чтобы больше соку вышло ты ее как солдат на кубики бросил и все на кубики когда наша фирма никогда этим не занимается тебе это не надо сейчас что делаешь да ничего калькулятор хочу посмотреть а зачем узнать сколько в мерзавчике объемка сколько мерзавчик это одна двухсотая часть зачем тебе когда я с тобой разговариваю мерзавчик зачем тебе это надо только про это говорю уже там где-то жмет то есть он намертво заблокирован от внешнего мира он живет в своем маленьком мирке грязном мирке беззаботном эгоистичном мирке на 50 грамм и из изменить все надо определитель тот что коля уехал кое-как его вытолкнули заплатили дом тут взяли какие-то не русские они там строятся что-то и у него опять один он один совершенно один у него нету друзей с кем-то встречается говорит но дальше этого не идет друзей нету но и врагов настоящих у него нету просто томятся что он рядом томятся что он не делать собак у него собак там 10 наверное не пройти ничего то есть недовольные него он что вышел большая борода седает пошел помолился и на все свое мнение сейчас что делаешь да я думал в ведре 10 литров 12 литров оказывается уже мы сказали это не надо тебе то сейчас я с тобой разговариваю и раньше не позже заметил литра 12 какое тебе до 12 когда не надо изобретать а положить или порой изобретают изобретено уже все сейчас выскажешь из этого уже два раза сказал не надо тебе я с тобой разговариваю выключи да вы не разговариваете монолог ведете по камеру какую разговариваете разговор окончен то есть он намертво заблокирован вот и выйти из этого состояния не хочешь а ты бы каждое дело слова записывал обращался обращаться есть кому батюшка игорь тут к любому обратись у каждого хозяйства жены дети у тебя кошки нет воробьях канарейки никогда не было ты ни о ком не заботился ты будешь таким если не дай бог тебя арестует у параши спать тебя сразу же там изнасилует такого запетушат и все потому что сразу поймут что ты засланный засланец будь другим не крути головой она может отвалиться будешь играть бог отнимет разум в дурдоме закончишь путь свой я прошу тебя умоляю ты опять за телефон берешься отверни его сюда положить или он сюда не может игрушка какая как маленький ребенок не трожь монолог говори теперь ты диалог будет нет не надо вот видишь вот тут и она это блокировка а ты говори я тебе говорю не изобретает ничего не надо изобретать уже все изобретено ты заметил он делает так так игорь делать игорь могу я хоть ломиком поддержать где-то там кувалдой стукнуть подойди хоть один раз к игорю мы же постоянно к нему обращаемся нет ему трудно коров там где-то ты скажи игорь может может я могу тут доску сейчас должен там после по поводу уборки после полы перестилать возьми меня и гвозди умею забивать то ну хоть где-то себя пристрой ты же зиму то опять где попало будешь работу трудно найти найди работу здесь наши платят хорошо матушка ей что-то надо сейчас в ней не выкопанная морковка ты скажи матушка давай я выкопаю ко мне туда не брать ничего ко мне не заходить туда у меня есть весь инструмент не зачем не заходить на скворечник никакой час посмотри зачем тебе заходить все возьмешь оттуда я оставляю туда кто будет заходить два человека будут которые заходить имеют доступ это валентина то чтобы каждый коту что-то принес кот наш ход сделался диким не до приходит и у меня о нем забота ты говоришь ты знаешь слова монолог а диалог говори диалог что получился я воздержусь и найти а не надо не надо этого сделать чего не надо то не на какие вопросы которые я говорю то какие у тебя вопросы да нет вы все сказали я принципе и сам собирался это все дело что вы сказали у меня были планы потому что интересное качество не под небольшим эти люди которые не знают я если ему не скажешь а почему не сказали я не знал если сказал а я так и хотел делать это одинаково все что вы друг друга не знающие хотя бы оба с украины и так поступали это на один учитель должен быть один ты же сам знаешь как сидеть правильно за столом ты этого не знал когда ты вставал и прочее в остальном деле тебя не сравнишь с волос с володи тут еще не спросил он не знает но он умеет все делать и везде востребован тут один писал потеряю у меня два высших образования но делать я ничего не умею открыто все одна у меня умерица просилась я умею пирожки с картошкой стряпать умею пирожки с капустой и с яйцами то есть она очень искусная кулинария но видим могла есть варенье в еще пирожки стряпать это ее даже на слово пирожки растянула вообще нечего тебе спросить пока нечего этой усадьбой своей занимайся свободное время внутри тебя уже ничего не сделать это будет сегодня поставим если там ничего ты не не сделаешь сам ты не знаешь что делать все я говорил а есть вопрос а труба есть там будем трубу меня это на крыше труба 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 не трубу не надо они стоят трубы хорошие трубу наращивать у володи про трубу там они разговаривали тут трубы как надо у него стоят выше крыши через конек вчера володя лазил там трубу прощищал ничего не надо трогать не залазить еще только шифер прибить теперь пройди в каждое отделение у него много стаек и везде все забить чтобы никто не залез дом что все время был закрытый охотники залазят шпана пьяного приехали там упало что было все вытащили все италию него была там 5 тонн евро поднимала ужасная таль была я не знаю сколько огромная таль и все утащили вопросов у тебя нет стоит вопросов нет 2 2 вопроса или все знает или ничего не знает вопросу по стайке забить а вот самые сквозные входы сквозные которые вот сарае там как их что стайки забить это понятно а вот остальное как там никак сверху где пройди где попадает снег где дождь идет попытаться покрыть не так ты пошел пошли тут же сломал и все и сразу пошел теперь в новом месте вода еще от них это тут проходил можно надпись поставить еще-то ты сделал спросил сказал бы теперь же вода течет я вас спрашиваю опять начинать верю как ничего делать там еще ломать не надо ты сломал ты даже не спросил хорошо дальше на наши шоферины вон где по прудам оттуда что-то можем взять сначала замерить волна какая есть закрыть шоферина под шоферину они наоборот так наклонена так сверху положить куда нам потечет у меня такой был сделал так ну ли не вода то ну куда она потечет вода то она и потекла поднесся сюда ну мужик здоровый женатый не знает что вода течет падает на это это даже под нее подходить все время смотреть кому ты нужен в первую очередь матушке у вас что-то общее уже есть закрыть чтобы нигде дождь не мочил остановить на этом где можно там и ставить что-то выны выкидать надо назем вывозить тебе не вывести наружу можно выкинуть в окошке или где-то от стайки а потом куда-то его там вывести стайки очистить надо хозяин уехал прежде нет у тебя нет к этому тягу но это надо делать я там ни одного дня не буду жить я делаю делаю потому что можно будет принимать гостей детей и проще сегодня сейчас в данный момент вы занимаетесь здесь как только подойдет время уже ближе к обеду будет вывозить забить володя будете показывать и запоминай потом снимать насос скручивать шланги все увозить распределить куда все обедать еще можем здесь и даже я не знаю ну лучше туда переносить здесь все остальное отключать тогда мы здесь свет выключим видимо вот этот там у меня готовить будете аппарат электрический так как она плитка плита называется хотя у меня плитка там есть с открытой спирали я люблю с открытой спиралью все тепло отдается где-то еще вопросы не ерничай вот это вот не ерничай запиши себе не быть циником вот а дальше сказал тебе в прошлый раз ты что-то работаешь принеси хлеба вот хлеб его как это хлеб люди будут есть в рот как были руки грязные в навозе подошел взял и так и несет так что ты делаешь то да кто ж делает так грязными рукавицами хлеб брать то его даже целлофан оборачивать то есть я не видал такого такого любителя грязноты выйти из этого положения раз и навсегда тщательно мыть руки перед едой зубы чистят а руки не моют зубы это ты один а руками не берешься там все остальные вот это дал я каждый раз сажусь за стол а кто это на арбуз дал это люба дала теперь я пойду к любе чем ее отблагодарить а насколько нам давала никита проснись мы едим арбуза она дает нам серафима дает ты каждый раз старайся не быть никому должен кроме взаимной любви полюби их ты съел как будто никогда ничего не было тут же забыл и пошел мгновенно еще во рту уже забыл даже батюшка дал арбуз я расследую где он взял купил или не купил за стол садитесь у вас тут сливки тебе дали за работу молоко или купил купил я есть не буду почему моего там не уложено ты знаешь это вы с володей эти сливки а я не ем сижу за столом почему принцип на халяву нигде не жить ты не понимаешь этого даже совершенно и володя каждый раз будет угощать игорь придет да я вот разбил там это все равно она протекает как-то мне подсунуть игорь барабар я вам все равно завтра деньги отдам через елену или через кого не быть должным я прочитал и у меня в жизни 54 года это как эпиграф никому не быть должен кроме взаимной любви ты минуты не знаешь даже этого лозунга возьми его себе тебе оказывали внимание тебя приняли где ты всем должен поэтому мы выезжаем ты наш тебе не отказано но ты здесь веди себя так чтобы тебя еще пожелали на будущий год взять пастухи а то наказ моего отца тихона дмитриевича ты сынок так работает что тебе еще раз пригласили у тебя этого нету совершенно что-то делал там прошлом году забор ушел все упало вот какая-то работа мы если делаем так и делаем ты работал садили тополя малину пересаживай учись записывай делай пробудись в полисадник еще можно посади узнаю неонила запиши кому идти к неониле глушковой у нее цветов много где еще посадить то у тебя усадьба есть ты к дому никак не привязан ты как будто бы сторонний тебе сказали это твой дом даже не ухом не повел у меня мой дом вы вспомните джейнер когда она обнаружила что родственники как она разделила все эти миллионы у меня никого не было у меня сейчас две сестры брат какая счастливая я видел это у самиры тагеевой мусульманки жены мулы она вот так вот прямо станет передо мной аж присядет я не могу поверить мой учитель приехал ко мне отец мой игнатий человек два высших образования имеет консерваторию окончила на четырех языках разговаривают какое отношение я не ищу от вас как тут он напрашивается не надо я от этой славы бегу она меня давит со всех сторон у вас этого нету ты этого не чувствуешь володя то имеет ты приглядывайся к нему как он он лишнего шага мне не дает схватить а тебе нужды нет взяла толстый конец несу ну и неси маленько начал сдвигать от тебя здесь я не смогу сделать пока ты не пожелаешь этого пожелай быть другим то что я тебе не делал замечания все лето почти почти не делал это не говорит что все в порядке каждый день первая моя литва тебе почему ты звонишь я сразу молюсь господи помилуй никиту исправь его рожденный свыше не может быть таким мертвым не может у него все другое ты даже не понимаешь не ерничай нигде сказали тебе а вроде насмешку сынник да я тогда вот тебе на руки обтираю вот ты сказал мне что я 300 в рот заброса за раз нет сказал ты подумай это нехорошо нехорошее мнение оставляешь я тебе говорю это у никиты нет угла теперь угол есть не спарь его а что там делать можешь зайти все вокруг подмести до единой пылинки вымыть горячей водой запиши чтобы весной пришел тебя было все протереть окна мы уже многое вынесли наверху которая лестница запиши бумажки бутылки все разнеси куда надо бутылки это отдельно вынести там закопать и что угодно мы это делаем пыль глотаем мы вчера в такой пыли были тебя нету тебя нету мы твой дом обихаживаем уже твой павел там не хозяин но это он работал мы вошли в чужой труд ты должен понимать такой дом чего стоит он не обихоженный заброшенный но там заложено там фундамент там подвал он ждет хозяина этим хозяином ты должен стать тебе же не запрещено работать богу нашему слава так волон еще ты скажешь на это на что именно ночью наказ твой какой ты какой наказ наш брата никите так что насчет эгоизма я это подтвержу потому что у него то есть то есть он как бы он делает то что ему когда это говорено было есть моменты когда он например что-то сделал там дрова если требуется он принесет то есть у него есть такие проблески но это не всегда происходит то есть так ты посмотри сейчас я не надавил еще то что-то кажется по-другому показывает нет все нормально вот здесь что-то задел нет в этом отношении вы правы что то есть ему на над этим с собой работы то есть чтобы иметь настоящих друзей надо быть более жертвенным то есть более жертвенную в этом надо ему работать в этом я согласен так что еще никита опять газетку какой-то заметь газетку опять взял из газетка сидит смотрит а все слова мимо идти тебе не нужно отрезок газетам разрезано много частей газета покажи тут не просто разве все ничего не то развеся никакой нет объявления в это время какие-то будет считать тот безразличие не больной не температура ничего это внутреннее состояние он заблокирован или рисовать начинать что-то володя говорит он продолжает разгадывать ребусы сидит то есть четыре шибера то есть ну покрывала бронированных ты закрыт от всего что человек пытается тебе дать скажи сейчас зачем ты взял эту бумажку а их на бумажек ровно пятьсот я нарезал вот вот это будет считать они нарезаны одного размера что подставлять вытирать со стола я одно отнял только ты опять берешь другую считаешь она разрезана не текста нельзя разве си нет ты в церкви так же будешь стоять ну как нет видишь вот это этого не видел ну чё мне показываешь то что придуряешься то с тобой разговаривает зачем тебе нужно ты считать тогда считает заучи наизусть да я записал читай вместо молитвослова с тобой разговаривает мужчина разговариваем он сразу взял мух бить вот такая вот а что там написано тут ребус это разгадывать будет ну дольше все это то есть ты заблокирован ты не слышишь тебе противно это поэтому начинаешь кривляться тогда поясничать не надо это делать мы уходим с володей раньше тебя ты остается потеряем к то есть уезжаем смотри везде нет не до 5 я тебе говорил сбегать там вытащить все одну доску оставить не сбегал сбегал вытащил спаси христос вот уже слава богу уже какой-то сдвиг так все я ухожу туда вы начинаете работать здесь я не нужен здесь нет нет делайте все после обеда чтобы здесь уже запечатано все было переходить на твой дом на твой у володи ничего не обои мы не успели сделать по переклеить еще ты вам ишь все потом теплой водой у себя все и за печкой и на печке все протрешь понял но я пойду сейчас туда мне надо найти где непроходимость трубы у меня забота об этом проехать к игорю все на этом